И буквально, случайно, все это получилось, да, не специально, то есть я не знала, что делать с виноградом. Когда я его принесла домой, его оказалось так много. Вот, я его просто разложила, да, на полотенце, помыла, разложила на окошке, вот. И так вот он у меня лежал на окошке, то есть я никаких не предпринимала специальных каких-то, то есть я не хотела, чтобы он был изюмом, да, но я не знала, что с ним делать, да, и поэтому я вот, он сам естественным путем стал вот изюмом, да. Да, и также вот здесь на моем окошке, мое такое экспериментальное такое окно, где у меня все время что-то растет или что-то здесь у меня стоит. Вот сейчас тоже хочу вас познакомить. Да, вот здесь вот у меня вот изюм, да, это был виноград, который я принесла 4 декабря, также вместе с луком приносила виноград. вот, ну вот, сегодня 4, 5 января, да, уже практически месяц прошел, и вот из винограда получился изюм. Вот здесь вот он лежит у меня на таких, ну, как бы вот на таких вот лоскуточках маленьких, которые я также покупала в фикс-прайсе, вот, и здесь вот внизу батарея, то есть как бы вот здесь, да, тепло ему, вот, и я разложила это все на этих маленьких лоскуточках, да, и месяц, вот месяц прошел, да, и получился вот из винограда вот такой вот получился изюм. Вот, то есть обязательно вот на окошке, да, здесь на свету, несмотря на то, что я открываю окно постоянно раз, каждый день утром проветриваю помещение, да, тем не менее, вот виноград, он превратился в изюм, да, получился изюм, то есть он не сгнил, вот, а получился, да, натуральный изюм, который продают в магазинах. Вот, совершенно бесплатно тоже получилось, так, по счастливой случайности, да, мне дали виноград, вот, и я его принесла домой, да, что-то я съела, что-то не успела съесть, и чтобы это все не выбрасывать, да, думала, как применить, что сделать с этим виноградом, вот, то есть много есть способов, да, что можно сделать с виноградом, можно сделать варенье, можно сделать какой-то напиток, да, можно заварить его просто кипятком настоять, также эта вода очень полезна для здоровья, да, пить ее потом, можно добавить также изюм, да, виноград, то есть то, что можно сделать с виноградом, да, можно сделать вино, можно сделать напиток, можно сделать варенье, вот, но можно просто съесть его за живым до свежим но я варенье не делаю так как сахар я не употребляю в пищу вот я считаю что виноград он сам по себе сладкий вкусный его не нужно портить никаким сахаром вот просто можно живым его есть намного полезней да и что же с ним я думала делай то есть я принесла его было очень много вот даже у меня здесь остались веточки тоже я их помыла я сразу помыла виноград разложила здесь у себя на окошке на полотенце и вот здесь у меня лежал да что-то я съела что-то не успела съесть и он уже начал то есть из винограда он стал превращаться вот постепенно в изюм и вот здесь батареи до горячая как бы и это благоприятные условия для винограда несмотря на то что здесь светло здесь окошко постоянно открывается тем не менее винограду здесь благоприятно да и из винограда он превратился в изюм вот то есть практически в такой же изюм которые продают в магазинах да то есть мы видим что он не сгнил он они почернел да не побелел он не стал прорастать тому какими какими-то там грибками на нем да ничего такого не появилось то есть вот практически он как настоящий до изюм магазинный но это более натуральный потому что я знаю что здесь нет никакой химии то есть то что из винограда да у меня сам а естественным путем получился изюм на открытом вот здесь вот лежал да на открытом месте но ему здесь конечно тепло до обязательное условие чтобы было тепло в комнате и в комнате на окошке чтобы где-то было тепло чтобы он не гнил чтобы постепенно превращался до остановился именно изюмом то есть что подсыхал и тем не менее сохранял при этом весь все свои свойства до внешний вид то есть как мы видим да что у него вид такой внешний он выглядит красиво то есть он немножко сморщился но тем не менее да он вот когда мы например а делаем варенье да то мы добавляем сахар вот здесь уже меняется как бы свойства винограда да он уже мы его варим мы его варим то есть он теряет какие-то витамины теряет какие-то элементы полезные да то есть мы его уже едим как варенье но здесь нет не мы не добавляем никакого сахара да здесь происходит все естественным путем мы ничего не варим да мы никакой нет тепловой обработки то есть виноград естественным путем до превращается то есть он как бы меняет свое 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 свойство до свое свойство свою структуру то есть становится не свежим да не живы не мокрым да так как в нем присутствует вода становится уже сухим сушеным и при этом нет он не теряет никаких своих свойств не теряет не утрачивает витаминов то есть он до остается вот все все свои свойства оставляет да и при этом становится именно изюмом именно таким каким он вот должен быть вот то есть он внешний вид свой оставляет как мы видим вот он лежал вот целый месяц на таких вот маленьких лоскутках вот и вот отдельно также я собирала здесь внизу мандариновые корки а здесь наверху корки от от винограда да но здесь вот тыквенные такие у меня косточки семечки до тыквы лежат засушенные здесь укроп то есть ну тоже к так такая своего рода у меня здесь такой палисадник что ли огород который до круглый год здесь засахаренные еловые шишки сахаре да здесь яблочная яблочный напиток которые вот стал такого цвета приобрел такой цвет с лета стоит здесь вот таким вот образом до засушился у меня виноград и превратился в изюм и теперь в принципе он уже достиг своего пика да он стал изюмом и теперь мы можем его до чтобы он не жал здесь на свету но пока что солнце нет такого да не печет вот можно ему здесь полежать январь-февраль до март но все-таки на свету конечно не рекомендуется держать что-то вообще лучше со света убирать вот поэтому вот я подготовила такие баночки можно баночки вот пластиковые ту же такие стаканчики вот и можно собрать до для изюм можно сюда положить можно положить мандариновые корки можно положить от винограда вот эти вот все палочки до палочки веточки которые я насобирал а которые также засохли вот и таким вот образом все потом это убрать шкафчик вот и оставить уже это на зимовку и пользоваться уже в течение зимы так как сейчас то идет зима январь месяц до без сахара до буквально без сахара без каких-либо затрат без варки вот получается как бы такое вот у нас такое средство очень полезное вот то есть можно виноград уже изюм это да он может использоваться как для каш да мы можем добавлять его в каше мы можем добавлять его какие-то напитки на можем добавлять потому что виноград он сладость придает напитку например можем с яблоком его его добавить дом яблочный какой-то напиток можно добавить на его также но сделать какой-то микс да можно его настоять также потом выпить эту воду очень полезная до изюмная вода вот можно добавить в каши да можно добавить в какие-то свежие салаты также например с тыквой даст тыквы многие делают салат тыква да тыква яблоко и изюм можно добавить вот то есть уже изюм в таком виде да он как бы больше больше у него у вас возможностей до чтобы его уже куда-то добавлять вот именно в таком сушеном виде так в сушеном виде он дольше хранится до если свежий он долго не может храниться да он сразу портится его нужно сразу съесть или сделать варенье из него тоже в сушеном виде а изюм уже вам не нужно заботиться до переживать о том чтобы с ним сделать чтобы он не испортился то есть таком виде он уже может у вас долгое время хранится в закрытом где-то в темном шкафчике да вот в таких вот баночках лучше в стеклянных конечно но если нет стеклянных то пластиковых или стаканчиках вот и уже в таком виде да он может долгое время хранится у вас в проветриваемом помещении до желательно убрать его от лучей прямых солнечных вот и так вы можете его оставить уже даже до следующей зимы например то есть он может и у вас и следующий для следующей зимы даже также пригодится этот изюм поэтому здесь преимущество до преимущество свежего изюма и сушеного изюма до свежего винограда и сушеного изюма до преимущество в том что что изюм может храниться долгое время и не портится, да, плюс он сохраняет все свои качества, все свои свойства, все свои витамины сохраняет, и также все свои полезные сохраняют вещества, да, и также мы его не варим, да, то есть он не подвергается ни какому-то воздействию, да, цепловому, то есть мы его не на огне, он у нас не стоит, поэтому здесь ничего не вываривается, и мы не затрачиваем свое время, да, драгоценное, то есть мы просто его положили, да, и он естественным путем у нас лежит, да, то есть вот такое преимущество, преимущество свежего винограда, да, от сушеного винограда, вот, то есть не нужен сахар, не нужно его варить, не нужно время для того, чтобы это все, да, из него варить, варить что-то, да, или делать то же самое вино или тот же самый напиток, да, для этого нужно время, но для сушеного изюма, да, времени никакого не нужно, мы просто положили его и забыли про него, все, и дальше уже подготовили баночки, вот, и в эти баночки уже перекладывается ваш сушеный изюм, вот, также и мандариновые корки, также и виноградные косточки, да, которые можно также использовать, например, я, мандариновые корки, да, я использую, также использую эти мандариновые корочки, то есть их можно положить отдельно, можно положить вместе с виноградными палочками, я использую мандариновые корочки для чая, можно их использовать, можно их использовать для какого-то напитка, например, да, если вы делаете там, например, с яблоками хорошо мандарин сочетается, вот у меня, например, есть замороженные яблоки Антоновка, я каждый вечер делаю напитки из этих яблок и вот миксую, то есть добавляю корочки мандариновые, там, добавляю что-то еще огородное, можно добавить там смородину, можно облепиху добавить, можно косточки добавить виноградные, то есть чтобы был более такой насыщенный вкус у вас напитка, вот, и также все это можно разложить, да, в баночки, разложить ваши какие-то в какую-то тару, вот, но отдельно, конечно, лучше не совмещать, да, изюм отдельно, корки мандариновые отдельно, косточки, виноградные палочки отдельно, да, потому что это все разные, как бы, разные, у них разные вкусы, разные ароматы, да, у каждого, у этого ингредиента, да, так скажем, то есть у изюма свой какой-то аромат, да, поэтому мы не совмещаем, у мандарина свой аромат, да, мандарин он более, более имеет такой у него и аромат, и вкус другой, но у корки, косточки, да, сами виноградные палочки, да, у них совсем другой вкус, да, их также можно добавлять в чай, например, также можно добавлять в напитки, но, естественно, это все уже засушенное, засохшее, это можно все, ну, поломать, да, аккуратненько, и все также сложить в эти баночки ваши, подготовленные в чистые, вот, и так хранить все это где-то в шкафчике, в темном месте, да, ну, вот давайте сейчас попробуем собрать этот мандарин, эти все изюм, попробуем отдельно собрать, да, в баночку, вот я подготовила баночку, но собираем, желательно, да, собирать уже высохший изюм, то есть, который уже засох, то есть, он уже все, вот, вот такие вот, желательно собирать, да, и мы должны на ощупь определить, что он уже готов, что эта изюминка, она готова, и что она уже достигла своего вот этого пика, да, конечного, конечного результата, и только после этого, да, мы можем это складывать в баночку, то есть, то, что еще мягкое, да, мы видим, это еще вот мягкий, например, он, да, виноград, он еще не до конца дошел, его можно, да, его можно оставлять, все остальное, вот, то, что уже, как бы, высохло, да, мы можем определить на ощупь, что это уже высохло, и мы все это можем уже класть, да, в нашу, в нашу баночку складывать. То есть, то, что вот действительно такое вот уже сухое до своего пика, да, достигло своего пика, поэтому можем все уже складывать. Ну, все остальное может еще полежать. Что еще мягкое, это можно оставить, да, вот это уже все, это уже готово. То есть, здесь он сохраняет, да, сохраняет все свои свойства, витамины, всю свою вот эту вот сладость первоначальную, да, то есть, если когда мы варим, например, варенье, варенье, оно, да, это все убивает витамины, да, долгое, долгое выпаривание, газ, да, когда мы все это варим, но если мы... Да, старайтесь не очень набивать вашу банку содержимое, чтобы было свободно изюма, да, чтобы он был, чтобы он дышал здесь, то есть, пространство оставалось для того, чтобы он здесь мог долгое время находиться и не портиться, да, поэтому вот не набивайте полностью банку, оставляйте пространство здесь в баночке. Такой вот, да, тоже совет, ну, это из опыта, опять же, из моего личного. Ну, вот так вот достаточно, да, вот так вот достаточно, и можно это все уже закрывать, и это уже можно ставить. И следующая также баночка, да, лучше, конечно, если это будет стекло, а не пластик. Ну, здесь вот ближе к батарее, да, здесь вот внизу батареи, поэтому здесь он лучше засушился, быстрее засушивается, чем... Поэтому смотрите, да, где у вас теплое место, где у вас батарея, туда вы и кладите свой виноград. Там он быстрее засушится, то есть он не сгниет, да, но он засушится, то есть он перейдет из своего одного состояния, да, он перейдет в свое другое состояние. Вот вторая баночка получилась. Опять закрываем, да, следим, чтобы было пространство между ягодками, то есть чтобы ягодки могли дышать, да, изюминки, так как они живые, то есть не набиваем их полностью, да, не утрамбовываем, да, стараемся это все не утрамбовывать, но свободно, чтобы им было здесь находиться, да, так как они уже готовы все, они достигли своего пика, поэтому их не нужно с ними больше ничего делать. Да, ну и вот третья такая баночка маленькая, сюда можно уже какие-то остаточки добавить, что-то может быть еще не дошло, но в принципе можно добавить уже сюда и также отправить в темное место уже он на хранение, в принципе он уже достиг, да, своего состояния, вот этого пикового, то есть вся вода уже ушла из него, поэтому он стал вот таким вот, то есть он засушился, потому что здесь нет воды, жидкости. Ну, если где-то еще есть жидкость, да, то есть мы щупаем, пробуем, что здесь еще, да, пузырь такой, да, водянистый, значит, он еще не дошел, не дошла эта виноградинка, и ее можно положить дальше к батарее, чтобы он дальше доходил уже, то есть еще какое-то время ему нужно, чтобы дойти, доготовиться, как говорится. Вот все остальное мы кладем, даже если это мягкое, да, мягкое, но оно уже без воды, да, без воды, значит, все, это уже виноградинка, она уже достигла своего пика. Вот третья баночка, также закрываем, то есть чтобы здесь оставалось сверху пространство, чтобы виноградинки могли дышать, также все это закрываем, так, ну и, наверное, еще понадобится баночка, да, дна, ну вот такая вот баночка еще, сюда мы можем дальше доложить уже оставшиеся изюминки, да, вот баночка еще одна, сюда мы можем доложить оставшиеся изюминки, даже если он мягкий, да, он уже, вот он уже все, он уже готов, в принципе, его можно уже класть в баночку, ну, главное, чтобы он, конечно, здесь не сгнил. Ну, а вот это все оставляем, да, здесь он еще такой водянистый, то есть он такой пузырчатый, мы видим, что здесь еще в нем присутствует вода, да, при надавливании, вот так мы понимаем, что здесь еще, видите, какой пузырь, здесь он еще не дозрел, то есть он еще не стал сушеным изюмом, поэтому мы его поближе вот здесь положим к батарейке, вот осталось, раз, два, три, четыре, пять изюминок осталось, вот их нужно, остальное я все положила в баночку, но здесь, в принципе, уже такое готовое все, вот, то есть главное, да, это еще у нас до, может быть, дойдет, то есть главное, для чего мы должны довести вот до этого состояния пикового, да, наш виноград, чтобы он именно засушился, чтобы найти вот эту золотую серединку, да, да, найти вот эту золотую серединку, чтобы он не сгнил, то есть вот эту серединку, его состояние, когда он переходит из своего состояния жидкого, да, когда он наполнен водой, и мы его еще можем есть, да, свежий, и вот это его состояние сушеное, да, когда он уже полностью засох, вода из него вышла, да, почему он становится сушеным, сухим, потому что из него выходит вся жидкость, которая в нем есть, вся вода из винограда, поэтому он становится сухим, да, и главное вот эту золотую серединку, ее найти, да, когда он из состояния своего, да, вот то, чтобы вот этот весь пузырек, да, который в нем есть, чтобы он полностью засох, да, он засушился, вот, то есть мы должны найти вот эту золотую серединку, то есть чтобы он не сгнил, чтобы он не сгнил, а чтобы он действительно превратился в сушеный изюм, да, и вот это состояние нужно уловить, поймать его, это состояние, вот, а для этого нужно создать определенные условия, благоприятные для винограда, чтобы он перешел из своего одного состояния в другое состояние, не испортился, не сгнил при этом, вот, а какие благоприятные условия, это жить, чтобы было тепло, да, чтобы рядом была где-то батарея на вашем окошке, да, или в любом другом месте, где тепло, в том же самом шкафу, на кухне, например, да, где стоит ваша плита, вот, ну вот у меня это окошко, да, на окошке, и буквально случайно все это получилось, да, не специально, то есть я не знала, что делать с виноградом, когда я его принесла домой, его оказалось так много, вот, я его просто разложила, да, на полотенце, помыла, разложила на окошке, вот, и так вот он у меня лежал на окошке, то есть я никаких не предпринимала специальных каких-то, то есть я не хотела, чтобы он был изюмом, да, но я не знала, что с ним делать, да, и поэтому я вот, он сам, сам естественным путем стал вот изюмом, да, вот, 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 Продолжение следует...